Всем привет, с вами Дмитрий и мы продолжаем проходить Годько 2 Ночь Ворона. Итак, в прошлой серии мы... Я уже даже не помню, что мы сделали в прошлой серии. Мы наконец-то нашли сталь, нашли тюк болотной травы, и теперь мы пойдем в порт и найдем того человека, который распространяет эту траву. Для этого нам нужно одеть другие доспехи, потому что если мы будем в доспехах стражника, то нам просто не расскажут, кто эту траву здесь распространяет. Так, сначала заходим сюда. Как дела? Сколько ты хочешь? Что значит сколько? Я ростовщик, и ты пришел ко мне. Что тебе еще может быть нужно от меня? Деньги, конечно. Одолжи мне денег. Конечно. Сколько ты хочешь? Я беру 20%. 200 золотых. Это большая сумма денег. Я хочу видеть тебя завтра, и деньги тоже. Понятно. Даже не мечтай. Потому что на следующий день я уже буду далеко отсюда. Я пойду, наверное, на ферму наемников. Хотя нет. Я пойду не на ферму наемников. Или туда. Я еще не решил. Эй, ты. Я только хотел задать тебе пару вопросов о пропавших людях. Я могла бы тебе кое-что рассказать, милый. Но не здесь. Тогда пойдем наверх. Хорошо. Я буду раз... Так. Стоп. Эй, ты. Эй, ты. Иди сюда. У меня есть кое-что для тебя. Один парень очень хочет поговорить с тобой. Если ты нашел тебя здесь, он попросил меня передать тебе записку. Он хочет встретиться с тобой за рыбной лавкой Халвора. Эта информация бесплатна. Так, все ясно. Гильдия воров уже послала своего человека, чтобы меня убить. Так. Одеваем свои доспехи помощнее. И сейчас мы постараемся примить его. Так, сохранимся. К чему весь этот фарс? Ты не должен умереть в неведении. Считай это проявлением уважения к приговоренным. Я, пожалуй, пойду. Боюсь. Я не могу позволить тебе этого. Смирись. Пришло время умереть. Почему ты хочешь убить меня? Ты продал Рингару ополчение. Он всего лишь мелкий воришка. Но тебе не следовало делать этого. Мои хозяева недовольны этим. Чтобы не дать тебе совершить еще одну ошибку, они послали меня. Дай мне хотя бы вынуть свое оружие. Хорошо. Приготовься к своей последней битве. Покажи ему, где раки зимую. Да, это будет непросто. Мне повезло, что у меня меч достаточно длинный. Да, задай ему. Задай ему. Покажи ему, где раки зимуют. 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 Ох ты, ничего себе, он сколько жизнью мне уже отнял. Да, походу тот исход не в мою пользу. Хотя. Все, может быть. А, да. Все-таки не получилось у меня. Ну ладно, сейчас попробуем еще раз. Ах, наконец. Покажи ему, где раки зимуют. Да, задай ему. Задай ему. Ничего себе, у тебя удары. Покажи ему, где раки зимуют. Покажи ему, где раки зимуют. Так, ладно. Точно, как же я сразу-то не додумался. У нас есть заклинание ледяной блок. Да что-то. Да, наш герой мажет. Ну, все. Теперь он точно не жилец. Ну, вот, собственно говоря, и все. У него был грубый десак, арбалет и ключ от канализации, где и находится гильдия воров. Так, отлично. Арбалет, хотя от него сейчас не будет никого толку. У нас просто нету болтов. Ну да ладно. Ах, да. Вспомнил, что я хотел. Так. Что тебе... Так. Ты не знаешь, где мне купить травки? На твоем месте. Я бы попытал счастье в красном фонаре. Так, отлично. Собственно, именно туда мы сейчас и направимся. Да, довольно давно я не играл в эту игру. Поэтому мог некоторое уже забыть. Я буду... Так, ладно. Катя. Ты. Ты. Апи. Эй, ты. Так, окей. Паш, сегодня. Так, у нас всего лишь два очка обучения до следующего уровня. Нам нужно еще чуть меньше тысячи опыта. Ну и вот заработать, в принципе, довольно легко. Потому что, когда мы выполним это задание, найти того, кто распространяет болотную траву в городе, там Андре даст еще одно задание. Это разобраться с полевыми жуками на ферме Ламарта. Это та ферма, где мы во второй, вроде бы, серии помогли крестьянам и получили крестьянскую одежду. Могу я здесь купить травки? Заплати несколько золотых, и я скажу, где ее достать. Сколько ты хочешь? Пятьдесят золотых будет достаточно. А теперь скажи мне, где можно купить травки? Поговори с Боркой, детка. У него найдется травка для тебя. Так, ну отлично. Я слышал, ты продаешь травку. Кто это сказал? Я думаю, это не важно. Я просто хочу знать, кто прислал тебя, чтобы удостовериться, что тебе можно доверять. Так, мы с тобой договоримся или нет? Хорошо, договоримся. Ты даешь мне пятьдесят золотых монет и получаешь свою травку. Никакой торговли. Договорились. Вот твое золото. Хорошо. Вот, держи, свежий, смолистый косячок. Да, мы потеряли целых сто пятьдесят монет на этом квесте. Это давно известно. Да, и я все время забываю. Сейчас, может, кому-нибудь это может показаться глупым. Например, тем, кто впервые играет в Готику 2 Ночь Ворона. Или кто не знал об этом. Но сейчас мы будем прыгать по крышам и собирать то, что там находится. Например, здесь мы находим кожаный кошелек. Так, вот здесь мы находим свиток ледяной стрелы. Тут мы находим еще один кожаный кошелек. Тут мы находим смолу. Тут мы находим еще один кожаный кошелек. И мед. А вот сюда было интересно. Кто оставляет все эти предметы на крышах? И зачем? Ведь это не объясняется никакой логикой. И, по-моему, это глупо. Так, тут мы находим лечебное зелье. Теперь мы пойдем вот сюда. Так, не знаю, допрыгнули ли я отсюда. На всякий случай сохранимся. Да, допрыгнул. Отлично. Так, тут мы находим одну отмычку. И, вроде бы, все. Так, не помню, есть ли что-нибудь здесь. По-моему, нет. Ну, да и туда мы сейчас вряд ли запрыгнем. Ладно. Ну, на том доме ничего нет. Это я знаю. Да. Хотя, стоп. Я же могу тебе продать что-нибудь. Точно. Могу тебе продать... Смолу. Вот этот вот грубый тесак. И пока что, наверное, все. Мне... А, Инос видел, что сделал Беллиан. И он тоже спустился на землю и выбрал человека. А, теперь мы идем к Лороду Андре. И Инос заговорил с ним. И человек стал его подданным. И Инос стал ему часть своей божественной силы, чтобы тот мог противостоять деяниям Беллиан. Да, если я буду заговариваться или нести какой-нибудь бред, то вы уж извините. Я немного приболел. И... Вот так вот сейчас записываю эту серию. Да, к сожалению, так получилось, что я приболел. Так, отлично. У тебя есть еще задание для меня? У фермера Лабарта какие-то проблемы на его полях. Если мы поможем ему, это укрепит его отношения с городом. Так что отправляйся туда и посмотри, что там не так. Окей. Именно туда мы сейчас и направимся. И заодно, я думаю, уже получим новый уровень. И свои очки обучения, я думаю, мы потратим на скрывание замков отмычками. Так, у нас ведь это еще не изучено. Нет, не изучено. Потому что без этого навыка нам будет очень тяжело разбогатеть. Но вместе с ним были смыты и деревья, и животные. Тем более большинство и глубокая печаль. Важных, нужных замков, где хранится что-нибудь ценное, открываются именно отмычками. Я даже не знал об этом. Так может продолжаться вечность. Так, возьмем медленную стрелу. И сейчас пульнем вот в этого полевого хищника. Правда, я сомневаюсь, что мы отсюда попадем. Так, тихо, 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 не агритесь на меня. Тихо. Спокойно. Тихо. Ох ты, да у меня. Мана кончилась. Ладно, исправим. Сидим эту огненную крапину. Так, отлично, с двумя мы уже расправились. Выманиваем по одному. Потому что сразу с двумя нам пока что будет, в общем-то, я думаю, сложновато справиться. Так, отлично. Так, отлично. Ну, с молодыми болевыми хищниками расправляться легче легкого. А тут у нас осталось еще, как минимум, два полевых хищника. Так, давай, иди сюда. Отлично. Отлично. Мы убили всех этих полевых жуков. Теперь направляемся к ломбарту. Эй, ты! Меня направил к тебе, Андре, я могу чем-нибудь помочь тебе? Да, конечно. Меня уже тошнит от этих проклятых полевых хищников. Прикончи их всех. Меня не волнует как. Ломбард, ты шоу слову, я только что это сделал. Ну, серьезно. Да, разделался с этими тварями. Отлично. Ты не такой уж плохой ликвидатор. Я порекомендую тебя соседям. Вот, держи заработанное. Двадцать золота. Со всех этих тварей ты бы мог чуть, типа, больше мне дать. Так, и вот что я в той самой второй серии, когда мы получали одежду крестьянина, забыл сделать. Здесь находится, в этом доме, складе, или как его еще назвать можно, два кожаных кошелька. Да, у нас уже не так уж и мало их накопилось, надо бы их всех открыть. Да, три кошелька по 25 монет и два по 50. Неплохо. Итого 175 монет. А всего у нас уже 644 золотых монет, и это просто отлично. Так, и я вот чего не помню. Мы здесь собирали растения, которые тут растут. Видимо, нет. Так, лечебная трава. Лечебное растение. Еще одна лечебная трава. Огненная трава. Огненная крапива. Ну, в принципе, все. Здесь мы все наши дела завершили. И теперь, я думаю, можно возвращаться в город. Говорим Андре, что мы сделали то, что он просил. Мы помогли местному фермеру. Так, берем те луковые ягоды. Я вижу еще одного полевого хищника. Сейчас мы с ним расправимся. Так, отлично. Так, там я был. Ладно. Да, кстати, что я не обратил внимания. Нет, уровень у меня не повысился. Пока что. Но это уже будет очень скоро. Потому что у меня осталось набрать этого опыта совсем немножко. Это... Сто с небольшим. Но человек и звери начали войну на земле. Всего лишь 65 опыта. И гнев. Это довольно мало. И человек убил зверя и вошел в царство Элия. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Так, как он? Эй, ты! У тебя случайно нет еще стали? А то мне бы золото сейчас пригодилось. Нет, у тебя, к сожалению, стали нету. Ну ладно. Надеюсь, что мы ее еще найдем. Да, и мне бы сейчас отоспаться где-нибудь. Потому что уже наступает ночь. А ночью... В мире готики довольно темно. И... Я, честно говоря, не знаю, будет ли вам что-нибудь видно. Да, раз уж я потом отправлюсь на ферму наемников, то возьмем все, что тут есть. Это 50 монет. Тяжелое золотое блюдо. Оно нам нужно будет для одного квеста. Это квестовый предмет. И ключ от башни. Отлично. Вино, вино, мед. Так, мед. Берем это все. Так, тут у нас ничего нету. Ржавый меч. Сыр. Молоко. Так, ну тут у нас вроде бы ничего нету, да? Да. Ну ладно. Ну ладно. Теперь поговорим с лордом Андре. Я помог лабарду. Превосходно. Если лабард будет счастлив, он продолжит продавать репу городу. Вот твое жалование. Так, 200 монет. Отлично. Насчет гильдий воров. Да. Так, точно. Нет к наемникам. К наемникам мы пока что не направимся. Потому что я же совсем забыл. Нам надо еще... Убить всех... Членов... Гильдии воров. Там их три, но... Они очень сильные. Так, Зурис. Покажи мне свои товары. Так. Берем ледяной блок. Ледяную волну. Даже две, я думаю. Вызов скелета. Так. Ну давай, вызов голема. И опять у меня не хватает денег именно на это заклинание. Но это уже издевательство. Ладно. Продаем мы этот... Это заклинание. Свет. Оно нам не нужно. Продаем этот ржавый меч. Ну пока что все. Тут мы немного отоспимся. Вы ведь не против? Да, вы не против. Ну еще бы вы были против. Так. Ах да. Мы же взяли ключ от башни. В сундуке. В казармах. Этот ключ вроде одной из... Из этих двух башен. Не этой. Ладно. И не этой. Ну что ж. Честно говоря, не помню, от какой именно это башня ключ. Но сейчас мы с этим разберемся. Если это ключ от вот этой вот башни, то это очень даже хорошо. Но ада нас боялся, что настанет день, когда зверь вернется на землю. Что ж такое-то? Мнень. Эх, к сожалению, нет. Это ключ не от этой башни. А от этой. Тут мы находим изысканный короткий меч. Та. Вот этот. Кстати, хоть он короче, чем наш сейчасшний, он на целых 10 очков помощнее. Но я думаю, что лучше уж тот, который у нас сейчас, потому что он длиннее, а с коротким мечом нас победить гораздо легче. Так, и теперь мы направляемся к гильдии воров. Прямо сейчас мы их убивать не будем. Так, Лорес, нам не хочешь ничего сказать? Теперь ты в ополчении. Со смеху помереть можно. Бывший каторжник в ополчении. Только ты мог провернуть такое. Да, я согласен, но это очень смешно. Так, ну пойдем мы сейчас не с тобой, а пойдем в гильдию воров. Да, вот, мне всегда было интересно. Этот механизм, он, наверное, поднимает какие-то грузы с корабля, но, черт возьми, как им управляют? А, видимо, хотя нет, это бред, потому что человеку будет неудобно стоять вот здесь вот и крутить вот эту вот катушку. Ну да ладно. Так, ой, немного не туда. Так, тут сохраняемся, потому что тут будет кучка гигантских крыс в начале, с которыми мы сейчас расправимся. По крайней мере, постараемся расправиться. Отлично, у нас повысился уровень, это просто отлично. Так, отлично, мы расправились с этими крысами, забираем их мясо. Забираем тут стрелы. Ржавый топор, зелье. Еще одно зелье, ржавый меч. И пока что все. Так, какое зелье мы подобрали? Судя по всему, это либо эликсир силы, ой, лечебный эликсир, либо лечебный экстракт. Скорее всего, лечебный экстракт, потому что лечебный эликсир у нас уже был. А еще другого мы не находили. Так, тут у нас зелье маны, насколько я понял. Тут еще одно зелье. Тут, насколько мы видим, есть сундук, но мы его открыть не можем, так как для этого нужна отмычка, а мы даже не владеем этим навыком. Ну, вернее, у нас есть отмычка, но этим навыком мы еще не владеем. Так, я думаю, надо чего-нибудь сожрать. Потому что эти красавицы неплохо так потрепали нашего героя. Так, две луки и две колбасы съедим. Так, отлично, идем дальше. Сохранимся, мало ли что. Эй, что ты тут делаешь? Тебе тут не место. Так что выкладывай, что ты делаешь здесь. Я прикончил Атилу. При нем был ключ от канализации. Ты убил Атилу? А, ладно, он все равно был никчемным псом. Но я хочу предупредить тебя. Если ты нападешь на меня, я тебя убью. Что ты делаешь в этой темной, вонючей дыре? Я живу здесь. Еще один глупый вопрос, и в твоей шкуре появятся дырки. Отведи меня к вашему главарю. Главарю. Я уверен, Кассия захочет поговорить с тобой. Ну еще бы. Иди вперед. И не пытайся провести меня. Так, сохранимся. И я думаю, продолжим мы уже в следующей серии. А сейчас всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи. Пока. Да хранит вас Иннас. Субтитры сделал DimaTorzok